История пойдет по намеченному нами курсу. Саптан станет следующим правителем. Девятый луч будет оставаться в руках тупых скотов, которыми можно управлять. Александр Виш. Личность. Книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам. Глава пятая. Действие вируса. Начало конца. Употребить до начала битвы конца. Просрочено. То, о чем я сейчас поведаю тебе, не является выдумкой. Как бы фантастично это не выглядело. Речь сейчас пойдет о том, что на самом деле является корнем, первопричиной всех ваших неприятностей и проблем. Первопричиной того, почему жизнь на Земле наполнена таким количеством негатива. Первопричиной, которая очень тщательно скрывается от вас. И тебе, Алекс, необходимо будет крайне серьезно отнестись к этой информации. Итак, до определенного времени все на Земле существовало, двигалось и развивалось в полном соответствии с законами Создателя. Но в какой-то момент, в той части трехмерного, в которой находитесь вы, начали происходить события, которые для всех явились полной неожиданностью. Ваша планетная система в прямом смысле в одно мгновение оказалась втянута в омут, оказалась в зоне действия вируса. Как я уже рассказывал, это был необычный вирус. Позднее он получил официальное название, которое расшифровывалось как «Вирус изменения сознания и поглощения духовной энергии». Но мы называем его проще «пиявка» из-за похожего принципа действия. В беседе с тобой я буду называть его по-английски «лич». И не потому, что английский язык – один из самых популярных языков на вашей планете, а потому, что это слово «пиявка» наиболее близко характеризует свойства и действия этого вируса. Главное, чем живет вирус «лич» – это выработка тяжелой негативной энергии и ее поглощения. Негативная энергия – основное и единственное питание вируса. И источником этого питания служите вы, души. Однако это не означает, что вы, души, наполнены негативной энергией. Если объяснять проще, не вдаваясь в подробное научно-техническое описание самого процесса, «лич» – пиявка. Используя вашу энергию, энергию душ, перерабатывают ее в тяжелую энергию путем создания ссор и конфликтов между вами. Создание негативных ситуаций и событий в вашей жизни. Затем происходит выкачивание, словно высасывание полученной негативной энергии из вас, душ. В процессе чего в вас, в душах, происходят структурные изменения, приводящие со временем к вашей полной нежизнеспособности. То есть к абсолютной смерти. Если вы думаете, что пищевая цепочка заканчивается на человеке, то вы серьезно ошибаетесь. Лишившись своего питания, вирус лишится возможности действовать. В каком-то смысле лишится жизни. Впадет в анабиоз, в состояние, в котором он находился до встречи с вами. И вполне возможно прекратить свое существование. Поэтому он готов на все, лишь бы накормить себя. Но рано или поздно, истощив вас, души, как любой другой смертельный вирус, он убив свою жертву, погибает сам. Лиш не простой вирус, и ему пока удавалось найти новую жертву, прежде чем его предыдущий источник питания истощался и прекращал подавать признаки жизни. Поведение вируса Лиш действительно очень напоминает действия пиявки. Сначала происходит обезболивание в виде внедрения в сознание людей ложных ценностей, условностей и информации, но с очень продуманной логикой. Чтобы не возникало и доли сомнения в том, что так и должно быть. Затем создаются ситуации негативного характера для выработки негативной энергии с последующим ее потреблением путем выкачивания, как я уже сказал, этой энергии из вас, душ. Как именно это происходит, подробно расскажу позже. Внедрившись в пространство вашей планеты, Лиш принес с собой другие схемы использования уже созданных на ней условий и правил. Перестроил, а точнее изменил, искривил их под себя для обеспечения своего существования, подменил их смысл и действие. Появился тонкий мир, который по сути частично стал инструментом мира вируса. Мира, который образно говоря поработил всех разумных, населяющих, попавшую под его влияние, часть трехмерного. Словно окутал ее невидимой тонкой паутиной. Тонкий мир – энергетическое пространство, образовавшееся после произошедшего сбоя, наполненное разного рода энергией и ставшее частью трехмерной конструкции. Источник сбоя Лич использует данное пространство в своих целях, в том числе для искривления механизма воплощений и превращения его в зацикленный процесс реинкарнации. Иными словами, тонкий мир стал инструментом для ловли душ, периодически покидающих тела, стал ловушкой с механизмом принудительного возвращения их обратно на землю. Если раньше вы, души, сами решали где вам воплощаться и воплощаться вновь или нет, то теперь вас лишили права выбирать и насильственным, а нередко обманным путем снова и снова возвращают на землю, внедряя в новые тела. Более подробную информацию о том, как и когда появилась эта территория и что она из себя представляет, дам тебе позже, когда ты будешь готов принять это. Таким образом, земля, оказавшись в зоне вирусного воздействия, полностью превращена в огромный конвейер по производству негативной тяжелой энергии, душевной боли, необходимой для питания вируса Лич. Сам вирус Лич, являясь для трехмерного пространства паразитом, превращает по своему образу и подобию и вашу цивилизацию в паразитическую. Он ничего не создает, он своими действиями изменяет, искривляет все, к чему прикасается. Поэтому, постарайся запомнить, когда я буду употреблять применительно к вирусу определение «создал», я буду иметь в виду не создание, а именно искривление. Теперь несколько слов о самом мире вируса, о его структуре, для понимания того, с чем вы столкнулись. Только, пожалуйста, помни, не очеловечивай то, о чем сейчас услышишь. Внутренняя структура вируса Лич. Лич – это вирус, состоящий из множества механизмов сущностей, различающихся по способу генерирования тяжелой негативной энергии и ее выкачивания, начиная от примитивных, грубых способов. Сущности получают эту энергию через кровь, убийства и другие различные виды насилия. До самых сложных – тонких. К тонким способам относятся те, что связаны с получением энергии через эмоции и одержимость чем-либо. Определенные виды сущностей находятся непосредственно на Земле, какие-то посещают планету периодически, чтобы как следует подкрепиться. Войны, эпидемии. Но есть и те, которые не покидают пределов структуры вируса, получая свое питание напрямую по заданным, искривленным энергетическим каналам, что говорит о наличии, в определенном смысле, иерархии вирусной системе. Но выглядит все совершенно иначе. Не забывай не очеловечивать. Действительность? Все не так, как на самом деле. Повторю, обо всем этом подробнее поговорим позже. Движемся по спирали и сейчас о том, что принес лич в вашу жизнь и как повлиял на вас. В первую очередь, было подвергнуто изменению тела человека, ваш скафандр, ваш мозг, через искривление вашей генной структуры. Внедрившись в скафандр, изменив сознание, лишь сделал главное действие для обеспечения себя питанием. Была отключена связь мозга с душой. А точнее, отключили душу от контроля и управления скафандром. А душа, как ты понимаешь, это вы и есть. Это вас отключили. Душа – носитель основной информации о конструкции создателя. Именно в ней заложена информация о пяти основных законах. Поэтому, совсем не удивительно, что вы, как скафандры, по причине того отключения, не чувствуете их важности, не чувствуете и себя частью мироздания. Теперь, в результате этого разделения, душа – вы. Все чувствует. Но повлиять на мозг и тело никак не может. Скафандр своими действиями оставляет отпечатки на душе, меняя ее, вашу, структуру и свойства. А у вас, как души, нет возможности сопротивляться этому. Совершая негативные поступки, скафандр словно бьет по вам. Отчего вы, душа, реагируя на это, сжимаетесь, выделяя при этом негативную энергию. Энергию душевной боли, с каждым разом становясь все слабее, все менее жизнеспособными. Запомни, всякий раз, когда я буду произносить словосочетание «негативная энергия» или «тяжелая энергия», под этим всегда будет подразумеваться «душевная боль». Далее, в сознание людей была внедрена ложная информация о предназначении человека. Подверглись мутации гены, что послужило появлению новых эмоций и видов поведения. Появились агрессия, гнев, злость. Скафандр стал плотоядным. Есть хочешь, Адрик? У нас намечается убийственная обжираловка, дохлые коровы, овцы, свиньи. Понять, что это неестественно, человеку мешает его незнание о том, что и среда обитания была подвержена мутации, вследствие чего появились животные и насекомые, поедающие друг друга. На изменении внутренней конструкции человека и его сознания искривления не закончились. Были изменены условия жизни, был изменен, искривлен сценарий Земли. Вирус превратил его в сценарий проблем, боли и унижений, в настоящую фабрику по производству негативной энергии. В правильном сценарии все движется по спирали, что-то повторяется, но всегда с новыми, интересными, иными элементами. И поэтому переход на новый виток, на новый цикл практически незаметен. Одно из условий такого плавного перехода – жизнь населяющих планету в полной гармонии с ней, и любая планета всегда отвечает тем же. Будьте любезны, наденьте дыхательные аппараты. На Земле же смена цикла всегда сопровождается почти полным уничтожением цивилизации. И основная причина этому, конечно же, присутствие вируса и изменение сознания, выражающееся в том числе и в вашем варварском паразитическом отношении к Земле. И вы, находясь под действием вируса, уже успели пережить несколько таких катаклизмов. Земля периодически словно стряхивает с себя тех, кто своими действиями грозит ее существованию. Таков сценарий вируса Лич. Сценарий с неизбежным сбором урожая в конце. Я начну жатву на этой планете завтра. Есть и вторая, пожалуй, главная причина зацикленности вашего существования. Но о ней позже. Подмене и искривлению подверглось все. Истинные ценности, знания, сами жизненные принципы. На Земле начались опасные и необратимые процессы. Теперь все подчинено только одной цели – питанию вируса. Вся система Земли работает на этого монстра. Любые организации и компании в большей или меньшей степени работают на Лич, сами не подозревая об этом, не понимая того, что в своих действиях они используют схемы и принципы вируса. Вирус настолько изменил условия вашей жизни, что на Земле иначе, не нарушая законов Создателя, а по сути не питая вирус, стало почти невозможно существовать. Именно поэтому на Земле не кончаются проблемы, войны и унижения. Текут реки душевной боли, впадая в море мира вируса Лич. У пиявки очень изощренные методы, и так как этот вирус обладает еще и определенным видом сознания, то бороться с ним практически невозможно. Но именно бороться. Есть способы, позволяющие избавиться от вируса, и о них ты узнаешь в конце нашего общения. С чего же все началось? Откуда взялся вирус? Объяснить тебе сейчас начало конца вашей цивилизации, а писать источник произошедшего не представляется возможным. Твое сознание пока не готово к этому. Немного подожди. Пока могу сказать только одно. В какой-то момент времени определенная, совсем небольшая часть трехмерного пространства столкнулась с тем, что начало проявлять себя по отношению к ней как вирус. И чтобы не отвлекать тебя и не путать, продолжу рассказывать только о том, как случившиеся когда-то с вами серьезные неприятности и их последствия изменили вашу жизнь. Изменили ту часть проявленного, в котором вы находитесь. Позже я вернусь к теме катастрофы и причине появления вируса, и тогда ты получишь информацию об этом уже в полном объеме. Но для правильного понимания того, о чем я буду говорить далее, необходимо, чтобы ты уже сейчас разобрался в том, что такое проявленное и непроявленное. Непроявленное. За кулисе мироздания, в данном случае трехмерного мира. Невидимая для ваших глаз, но неотъемлемая, реально существующая часть общей конструкции. Ее программная часть, которая доступна для вашего понимания только вне вашего воплощения. Проще говоря, только за пределами вашей жизни, где вы периодически оказываетесь. Проявленное. Это то, что уже спроецировано, то, что окружает вас, то, что вы можете трогать, видеть и наблюдать, включая и события вашей жизни, некоторые из которых также прописаны. Запрограммированы в программной части, в непроявленном. Пример того, как проявились события, произошедшие в программной части, уже в вашем трехмерном пространстве, я только что поведал тебе. Доказать в ваших условиях, равно как и опровергнуть информацию об этом, невозможно. Поэтому я не акцентирую твое внимание в этом направлении и не вдаюсь в подробности. Возвращение вашего сознания в изначальный вид позволит вам восстановить многое. Например, вашу настоящую историю. Но вполне возможно, что этого никогда не произойдет, так как вирус сделает все, чтобы вы не проснулись. Пустые. Теперь поделюсь с тобой информацией о системе, внедренной вирусом ЛИЧ. Система эта существует только в зоне распространения вируса, куда попала и земля. На остальной же территории мироздания, за пределами вашей и еще нескольких секций вашей локации, о том, что это, расскажу позже. Все проистекает естественно, без искривлений. Слушай меня сейчас, помни о главном. Алекс, не очеловечивай. Очеловечивание приводит к осуждению, разделению, что и мешает получить ответы. Итак, проникнув на вашу планету, вирус, вмешавшись в генную структуру человека, искривил его сознание. Перестроив по своему образу условия жизни на планете, ЛИЧ установил на ней свой порядок, свою систему. И в данное время у вас все подчинено вирусным принципам существования. О самих этих принципах я далее поведаю тебе. Сейчас скажу только, что их шесть и один из них принцип разделения. У вас разделено буквально все. И главная проблема в том, что разделены сами люди. Если говорить о разделении людей, то это явление носит иерархический вид. И в масштабе планеты выглядит так. Сверху вниз. Закрытая элита. Публичная элита. И народ. Плантация по сбору негативной энергии. Народ тоже поделен на очень большую иерархическую сетку. В основном по уровню материального достатка. С множеством ступеней. Полномочия, должности, ранги, звания и так далее. Но это уже не так важно. Какое бы место там ни занималось. Все, кто находится в этой части общей иерархической модели. Являются энергетическими донорами. Энергетическим планктоном для вируса ЛИЧ. И сетка разделения только помогает увеличивать количество производимого питания. Душевной боли. Помогает поддерживать эту ситуацию с питанием и еще одно разделение людей, которое невидимо и неведомо им. Они не подозревают о том, что разделены по признаку, пожалуй, самому важному для вируса признаку. И деление это таково. Первый вид. Одухотворенные, спящие. Это люди с вмонтированными душами внутри, но души которых отключены от управления скафандром. К этому виду относится подавляющее большинство населения планеты. Второй вид. Их единицы. Одухотворенные, проснувшиеся. Это люди также с воплощенными внутри душами, но у которых по разным причинам произошло восстановление связи души с мозгом. Проснувшиеся. Это выздоровевшие сознанием, но как скафандры, не избавившиеся от вируса. Все же пробуждение. Здоровое сознание позволяет проснувшимся достаточно быстро вылечить свой скафандр. Практически все одухотворенные рождаются проснувшимися, но достаточно быстро засыпают. Кто-то сразу под воздействием генетически измененного скафандра, кто-то чуть позже, пропитываясь условиями и условностями вирусной системы. Единицам удается проснуться снова, но происходит это при стечении определенных обстоятельств. Не по их воле и абсолютно непредсказуемо. Пробуждения, не прописанные в вирусном сценарии, они всегда происходят в вариациях и расцениваются системой вируса как сбой. Поэтому предсказать, кто и когда проснется, невозможно. Этот вид людей опасен для системы лич, так как они способны вернуть в исходное состояние сознания и других населяющих планету. Привести их к просветлению, то есть избавить от вируса. Поэтому при активных попытках проснувшихся сделать это, они уничтожаются вирусной системой. Третий вид – материанты, или как мы их называем – пустые. Пустые? Пустые – это люди, без внедренной внутри скафандра души. Просто тела. Произошло еще одно искривление, самое серьезное искривление – появились пустые. Какова причина этого? Сейчас расскажу. До появления лич, все тела, живущие в вашей планетной системе, были одухотворены. И было их меньше, чем душ, проявлявших интерес быть воплощенными на данной территории. Души, образно говоря, стояли в очереди на воплощение. Но когда вирус начал свое распространение, и стала понятна вся серьезность угрозы заражения, механизм воплощения новых душ в пространство, где проявился вирус, в том числе и на Землю, был заблокирован. Таким образом, Земля вместе с другими обитаемыми и необитаемыми планетами, оказавшимися в зоне действия вируса, были отправлены на карантин, где и остаются по сей день. Оказавшись в зараженном пространстве, только лишь в той секции, в которой находитесь вы, в ловушку вируса попало более 10 миллиардов душ. И всех их после катастрофических событий вирус сосредоточил на единственном, оставшемся беззащитным, но пригодным для разумной жизни островке Солнечной системы, районе орбиты планеты Земля. Наличие частиц Создателя, душ, в ловушке системы вируса и послужило той веской причиной для наблюдения за вами, а не уничтожения вируса, которое привело бы к гибели духовного, вашей душ, к гибели. С тех пор происходит процесс вывода живого из зараженной зоны. Процесс длительный, но целенаправленный. За несколько циклов сменившихся на Земле достаточно много душ, вас, из-за действия вируса истощилось и погибло. Но и после всего этого в зоне карантина все еще остается несколько миллиардов душ, точное количество теперь назвать сложно, душ измученных, энергетически истощенных, продолжающих находиться в механизме нескончаемых принудительных реинкарнаций, выйти из которого крайне сложно. Спастись удается только проснувшимся, некоторым из просветленных и тем, кто по разным причинам не пропитался вирусной системой и не повелся на псевдоценности, но таких совсем немного. Снова вернусь к истории. Несмотря на катастрофические события, никаких видимых изменений в самой конструкции скафандров не происходило. И поначалу все шло как обычно. Казалось, что все тела были одухотворены, но это только казалось. По непонятной на тот момент причине, сейчас она нам известна, с самого начала нового цикла, следовавшего за первой глобальной катастрофой, не во все тела стали внедряться души, а затем и вовсе наступил момент, когда количество тел стало превышать количество имеющихся душ. Причина такого явления проста. Новых душ взять было неоткуда. Воспроизводство же новых тел продолжалось. И тогда начали появляться просто тела. И так как уже к середине каждого цикла количество населения увеличивалось достаточно быстро, то это явление приобретало массовый характер. И все эти тела были неодухотворенные, пустые, без воплощенных в них душ. Как выяснилось позднее, пустые – это главный инструмент вируса личи. В тех видах деятельности и действиях, где силы и масштабы искривления энергетических потоков смертельны для души, в эти роли внедрение душ в вирусной системы было прекращено, либо сокращено до самого минимума. Туда в подавляющем большинстве направляются пустые. Этим лич обеспечил себе гарантию исключения потери источника своего питания, потерю души, а пустые стали заложниками вируса, полностью обманутыми им. Но это только одна причина. Есть и вторая, не менее важная для личи. Наличие пустых обеспечивало вирусу гарантию сохранения его искривленной системы. Если одухотворенные могли испытывать сомнения, совесть, душевное тепло, одним словом, были способны на глубокие душевные чувства, то пустые были лишены этого. Они были циничными, лицемерными, но самое главное – крайне материальными в своем сознании. Так как из-за отсутствия души легко поддавались искривлениям вируса, легко пропитывались условностями его системы. Все это делало их идеальными надзирателями над одухотворенными, делало хранителями вирусной системы и, как я уже сказал, гарантами стабильности искривленной системы вируса и надежными помощниками в производстве негативной энергии. Все словно стало с ног на голову. Те, кто в истинном сценарии играет ведущую роль – мудрецы, старейшины, умудренные жизненным опытом, философы, ученые, музыканты, инженеры, изобретатели, разработчики новых технологий. В общем, все, кто связан с созиданием и творчеством, оказались в качестве чего-то прилагающегося в новой системе. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей, никто никому не завидует, никто никого не проклинает, только творчество и созидание. И наоборот, в руки того, кто ничего не создает, дано было определять путь развития планеты. Не опыт и знания, а сила и деньги стали главными критериями жизни. Эти идиоты серьезно только за распил могут взяться. Больше ни на что не годны. Возможно ли как-то определить, кто одухотворен, а в ком души нет? Практически никак. И делать этого не стоит, так как это может привести к большим неприятностям. Но самое опасное, это будет только на руку вирусу, который всегда стремится всех разделить и столкнуть друг с другом в целях получения негатива. Внешне, пустой ничем не отличается от одухотворенного. И человек самостоятельно не может определить на 100%, одухотворен ли он сам или нет, и одухотворен ли тот, с кем он общается. Во-первых, если в теле есть душа, то она в любом случае отключена от управления скафандром, от управления мозгом. Во-вторых, сам мозг тоже может генерировать эмоции, восторг, удивление, грусть. В общем, почти полностью имитирует поведение одухотворенного, так как в пустом сохраняется генетическая память от его одухотворенных предков. Разница лишь в том, что в отличие от того, в ком вмонтирована душа, тот, в ком ее нет, не может по-настоящему сопереживать ближнему своему, не испытывает угрызений совести и сомнений в своих действиях, в общем, не способен на глубокие чувства, ведь такая способность является свойством души. Думаю, ты неоднократно встречал таких людей, почти без эмоций, действующих точно по правилам, с материальным и расчетливым подходом ко всему, которые очень привязаны к материальным ценностям, полностью подчиненных правилам системы. Возможно, это были пустые, возможно, так как это только внешние признаки. Во всем этом много тонких граней, и определить точно, кто перед вами, пустой или одухотворенный, крайне сложно, и вероятность ошибиться очень велика, ведь все скафандры, мутировавшие, они заражены вирусом, поэтому и одухотворенные могут проявлять те же качества, лицемерие, отсутствие сочувствия и сильную привязанность к материальному благополучию. В одном из ваших комедийных фильмов, но во многом пророческом для вас, показан прибор, определяющий происхождение. Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Теперь на него посмотри. Тоже зеленая. И у тебя зеленая. А теперь на ОФ посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он чатланен. Ну, понимаешь? Имея определенные технологии, создать оборудование, способное определить наличие или отсутствие в теле души, возможно. Но к огромному счастью, при вашем искривленном вирусом, сознании и карантине, в котором вы находитесь, такие технологии вам недоступны. Вирус правит бал. А учитывая это, появление такого прибора на земле крайне нежелательно. Ведь все, что попадает в ваши руки, превращается вами в средство наживы или управление, или притеснение, дискриминации себе подобных. Пацаки! А вы почему тут стоя выступаете? Стоя можно только там, а здесь только на коленях. Поэтому заниматься определением, в ком вмонтирована душа, а в ком ее нет, не только полностью бессмысленно, но и опасно. Нужно учитывать и то, что не все пустые отличаются теми отрицательными качествами, которые я назвал ранее. Многие из них спокойные, позитивные, дружелюбные люди. Поэтому, повторю, не имеет смысла заниматься разделением и осуждением. Это только порадует вирус. Четландская планета, поэтому мы по цаке должны цаки носить. Да! И перед нами четланами должны делать вот так! Всем вам, особенно сейчас, нужно объединиться. Ведь ни один из вас никогда не сможет определить, кто из вас одухотворен, а кто пуст. Информация о наличии пустых не должна стать импульсом к разделению, но знать о том, что не во всех телах воплощены души, важно. Это необходимо для понимания настоящих причин многих процессов, событий и ситуаций, которые происходят в вашей жизни. Это нужно, чтобы знать, почему система, в которой вы живете, лишена духовности, почему человек может себя вести в той или иной ситуации жестко и прагматично, знать, что одной из причин такого поведения может быть отсутствие души. Но обвинять, повторю, никого не нужно. Пустые, заложники ситуации и абсолютно невиновны. С большой долей вероятности определить, кто одухотворен, а кто нет, сможет проснувшийся, но обладая иным сознанием, он никогда вам об этом не скажет. Кто может без труда отличить одухотворенного от пустого, так это сущности. Что же касается тебя, Алекс, то ты одухотворен. Будь по-другому, нашего бы общения не могло быть в принципе, ведь сейчас я общаюсь с тобой душой. Кто? Вы кто? Я сосредоточение всех квантовых полей вселенной, явленное в образе, доступном сознанию человека. Чего? Зовите меня Джерри. Джерри, хорошо. В отношении пустых кроется, пожалуй, самый большой обман. И в этом их самая большая трагедия. Пустые обмануты в тысячу раз больше одухотворенных. Из-за того, что пустые полностью материальны, они очень легко пропитываются псевдоценностями вирусной системы ЛИЧ, пропитываются целиком и тем самым практически не принадлежат сами себе. Пустые находятся под полным управлением вируса. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодого еще. В одухотворенных сопротивляется душа. Несмотря на то, что душа лишена управления, она все же оказывает влияние на скафандр, пробиваясь островками сомнений. Пустым же нечем оказывать сопротивление вирусу. Они заложники и не смогут понять, что обмануты. Для этого нужно иметь свойство сомнения, а это свойство души. Не путать с подозрением, оно относится к работе мозга. Блокировка воплощения новых душ на землю произошла из-за присутствия вируса, и он стал причиной появления пустых. Тем самым, вирус обрек их на одноразовое воплощение, но поместив в их сознание веру и надежду, в наличие жизни после смерти. Основу еще одного своего принципа, принципа будущего, чем коварно обманул их. Среди пустых много атеистов, но много и искренне верующих в Бога и в свое духовное бессмертие, которое на самом деле для них невозможно, в чем и заключается трагедия. Кстати, многие рьяные атеисты одухотворены, и после выхода из тела текут реки раскаяния. Поэтому, несмотря на то, что одухотворенные часто страдают от действий пустых, к ним пустым не должно возникнуть никакой дискриминации. Они полностью невиновны, их просто подставили. Им искренне стоит посочувствовать. Однажды, информация о существовании неодухотворенных и о том, что смерть физическая не означает смерть души, уже попадала не в те руки и привела к одной из самых кровавых войн на вашей планете. Неправильно поняв, не разобравшись, Гитлер включил чудовищную машину по селекции человека. Продолжу. Количество пустых с каждым годом увеличивается. Периодически наступает такой момент, когда у лич возникает проблема, пустых становится больше, чем ему нужно. Такая ситуация его совершенно не устраивает, так как это напрямую влияет на главное для него, на то, что дает ему жизнь, на его питание, а именно на концентрацию душевной боли. Разбавьте суп водой, и вы почувствуете, что это уже не так вкусно. Выделяете энергию только вы, души. В пустых души нет, только тело с одноразовым воплощением, управляемое мозгом и сущностями, периодически вселяющимися в них. Материальная энергия это совсем иное, нежели духовное, и для вируса это все равно, что пиво, но безалкогольное. Сейчас как раз начался очередной такой период. Пустых для вируса слишком много, а новых душ взять негде. Да и тех, кто есть, постепенно становится все меньше и меньше. Кто-то истощив себя, играя по правилам вируса, отдав всю свою жизненную энергию на корм ему, погибает. А кому-то все же удается спастись и более не воплощаться на земле. Превышение необходимого количества пустых и стало одной из причин искривления системы механизма воплощения. Вирусу удалось изменить схему действия этого механизма, превратив это в систему не просто реинкарнации, а адресной реинкарнации путем блокировки возможностей воплощения, попадания душ в определенные роли, в том числе ключевые роли, определяющие ход событий на земле. В результате вирусу удается поместить души в определенные регионы планеты, создавая тем самым необходимую концентрацию душ для регулировки поставки негативной энергии в необходимом для него объеме. Именно поэтому у вас существуют территории, где столетиями ничего не меняется к лучшему. Как только снова возникает ситуация с появлением большого количества пустых, превышающего для вируса необходимый уровень, критическая цифра 10% всего населения Земли, то проверенным способом, путем войн и искусственных эпидемий, все это кстати прописано в сценарии вируса, лич корректирует баланс пустых и одухотворенных. Таким образом, он избавляется от излишка тел. Не важно, одухотворены они или нет, души все равно вернут назад. Их принудительный круговорот продолжается, и поэтому вирус ничего не потеряет при этом. Наоборот, здесь вирус ловит сразу двух зайцев. Во-первых, увеличивает концентрацию душ, а во-вторых, война самый сильный источник душевной боли, негативной энергии, так необходимой для питания вируса. А теперь, подумай про истинные причины возникновения у вас рассказов о золотом миллиарде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»